О том, как стать участником Бессмертного полка, мы поговорим с координатором проекта в Челябинской области. На связи со студией Игорь Белихов. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Где и как можно распечатать портреты родственников участников Великой Отечественной войны? Ну, на сегодняшний день, в связи с загрузкой, подготовкой к шествию печати плакатов и портретов, у нас сегодня задействованы две организации дружественные, которые делают портреты для шествия и так называемые штендеры. Это компания «Проспект», типография «Проспект», расположенная на Свердловском проспекте 64, и рекламное агентство «Абродаж», расположенное на улице Свободы, 8А. Что делать, если не сохранилась фотография, но хочется почтить память родственника и пройти в колонию? Ну, многие участники шествия, у которых нет фотографий своих героических предков, идут в колонии с плакатами, на которых написаны имена их отцов, дедов, матерей, бабушек. Если они воевали, они дописывают воинское звание, если это труженики тыла, они пишут, где и когда работали их родственники. Что еще необходимо сделать, чтобы вписать своего предка, прошедшего войну, в бессмертный полк? Вы можете открыть сайт общероссийского движения «Бессмертный полк России» и занести данные, рассказы о своем предке на странице этого сайта, где вы можете выложить и фотографии, и написать рассказ о нем, о его боевом пути, все, что вы посчитаете нужным разместить. И тогда о вашем предке узнает вся страна. Есть ли волонтеры, которые могут пронести портрет в колонии? Нет, таких волонтеров у нас нет. Мы считаем, что это личное дело каждого, пронести портрет своего героического предка. Поэтому мы все-таки обращаемся к жителям города, к жителям нашей области, кто хотел бы, чтобы портрет его родственника был пронесен в шествии бессмертного полка, чтобы они сделали это сами, либо это сделали их родные. Сколько планируется участников в этом году в Челябинске? В Челябинском шествии бессмертного полка мы планируем, что будут участвовать около 15 тысяч человек. Как вы взаимодействуете с областью и приедут ли на шествия в Челябинск участники из области? Не первый год мы проводим шествия бессмертного полка. И к нам на шествия приезжают жители не только Челябинской области, но и близлежащих областей из Екатеринбурга, Перми, других городов. Из области, естественно, приезжают жители близлежащих районов, но и мы хотели бы сказать о том, что и в самой области, на 30 территориях ее, пройдут шествия бессмертного полка, где примут участие жители всего нашего региона. Спасибо.